Специальный выпуск новостей Казахстана на КАПЛЮС о митингах в памяти погибшим в Жан-Аузене-Щитпе. Меня зовут Алексей Рыблов. Здравствуйте. Сто дней назад кадры расстрела граждан шокировали Казахстан, гордившийся своей стабильностью и миром, стремлением войти в 50 конкурентоспособных республик. В стране-нурсияне никто и не мог предположить, что полиция в день 20-летия независимости может открыть огонь своих граждан. По официальным данным в Жан-Аузене-Щитпе 16 декабря погибли 17. Получили ранения более 100 человек. Пострадавшие говорят о большем количестве жертв. Спустя три месяца после жестокого подавления беспорядков открытым остается вопрос, кто дал приказ стрелять в мирных граждан. Президент Азарбаев признал, что вины бастующих нефтяников в том не было, но на скамье подсудимых активисты 7-месячной забастовки, которая и вылилась в кровопролитие. Именно этим декабрьским событием сегодня в республике посвятили митинги памяти. В Алматы оппозиции и гражданские активисты вышли к памятнику Абая. Началась акция с чтением молитвы по жертвам беспорядков. Имена 17, кого официальная власть признала погибшими, можно было увидеть на плакатах, которые держали в своих руках собравшиеся. После молитвы и почтения минуты молчания митинг продолжили активисты демократических сил страны второго толка. Гульжан Иргалеева, Рамазан Исергепов, Айсилу Кадрбаева и другие. Общественница и модератор группы «Несогласны» в фейсбуке Бахаджан Тори Гожина накануне митинга была задержана полицией. Роль модератора выполнял художник-радикалист Канат Ибрагимов. Он предоставил первое слово журналисту Рамазану Исергепову, которому политический жижим в стране знаком буквально изнутри. Мы, я думаю, неравнодушные, мужественные граждане, должны в каждом, каждом своем месте не промолчать и сказать «нет» этим преступникам! Нет! 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 На наших глазах организирует власть, а она расправляется с честнейшими гражданами нашего Казахстана. На митинге выступили гражданские активисты и некоторые представители казахской интеллигенции. Все они до единого призвали к полному и честному расследованию, кровопролитию и наказанию виновных, вплоть до президента Назарбаева. Выступивший одной из первых членов ОСДП Маржан Аспандиарова тоже обвинила в кровопролитии власти Казахстана. И она же немного разрядила обстановку, объяснив отсутствие среди активистов демократических движений Булата Абилова, Амиржана Косанова и Распейка Серсембая. Они сегодня вылетели в Магасталскую область. Сегодня день памяти, скорбная дата, и они проведут этот день скорби вместе с семьями погибших нефтяников в Жану-Изене. Они вылетели утренним рейсом. Это день памяти. Вы знаете, что в западных регионах Казахстана 100 дней отмечается как особенная сакральная дата. Очень прискорбно и стыдно, что власти города пошли на такой просто позорный шаг. То, что даже в те минуты, когда в минуты чтения молитвы гремела громкая музыка, это, конечно, история этого не простится. С святотатством в день скорби назвали митингующие мероприятия, организованные параллельно с акцией активистов оппозиции, прямо перед зданием Дворца Республики. Гремела музыка, запускались шары, радовались дети. Это всеобщее веселье не остановилось и даже во время чтения молитвы. Людей вообще никто не уважает, считайте. Сколько людей там погибли, а сколько народа собиралось. Ну, это издевательство чисто. Здесь собрали самые патриоты Казахстана, которые болеют душой. Люди там выступили из-за плохой жизни, взяли как собак, расстреляли. Вот, и хотелось бы, чтобы истинных виновников покарали, потому что мы переживаем за каждого гражданина Казахстана. На разе могут правительство атак дурацкий с молодежью? Это же наше будущее поколение. Они будут управлять государством, а их учат врать. Сынобище! Гражданский активист из города Тараза Рахим Аугамбаев, который запомнился в прошлом митинге 25 февраля с пламенной речью и призывом Назарбаевке, сегодня снова вышел на трибуну. Если Рахим тогда требовал ухода Назарбаева, считая его главным виновником всех трагедий казахов, то сегодня он его просил не скрываться за спинами своего окружения и выйти к народу. Мы не имеем права быть врагами друг другу. Плохой родится только от плохого человека. Все собравшиеся тут батыры. Если Жанаузен для казахов трагедия, то для Казахстана позор перед мировым сообществом. Во всем виновата беспринципность, бескомпромиссность нашей власти. Серик Сапаргали, как ласточка своими крыльями, пытающийся окропить водичкой пламя, сейчас заперти. Козлов, который служит казахскому народу, в тюрьме сидит. И славные дочери казахов Жанаузене тоже сидят в тюрьме. Мы их спасем только тогда, когда будем вместе. Эту же идею поддержали известная поэтесса Айсилу Хадарбаева и журналист Хасим Аманжолов. Дорогие братья, сегодня сто дней, как наши братья пали от рук нашего преступного режима. Все мы скорбим. Сто дней прошло, но мы так и не услышали от властей ни состраданий, ни сочувствий. Сто дней власть так и не извинилась. Наурыз – это праздник единства и все прощения. Но наши ахсахалы во власти, которым далеко за 70, время, когда надо думать о бренности бытия, все еще молчат. Почему так происходит? Потому что мы сами молчим. Мы не монолитны. Мы не едины в своих взглядах. Но одно радует – сегодня здесь много молодежи. Это говорит о том, что наступает наше время. Мы победим. В конце митинга слово взял Рамазан Исергепов. Уважаемые и свободные граждане Казахстана, разрешите зачитать проект резолюции сегодняшнего высокого собрания. Собрание призывает и обращается к главу государства ОБСЕ, руководителям ОООД, организации исламского сотрудничества, госдепартаменту США, Европарламенту, на взрывноопасную ситуацию, которая сложилась в нашей стране в средстве вопиющего беззакония. Кроме задержания основных лидеров оппозиции, полицейские в этот раз обошлись без дубинок и скручивания рук. Но судя по количеству пришедших, около 500 человек, что гораздо меньше, чем в прошлые митинги несогласных, властям все же удалось запугать людей. Напомним, на митинге в феврале было гораздо больше приверженцев демократических преобразований. И тогда он закончился жестким разгоном со стороны полицейских и преследованием активистов. Как будет в следующий раз, станет известно 28 апреля, в день четвертого митинга несогласных. Арстан Арестанов, Юлия Панкратова, Светлана Чуйкина, Алматы, Казахстан. Пока на одной стороне памятника поэту Абая упоминали погибших, на другой праздновали на УРС. Алматинские власти вместо грубого разгона демонстрантов применили зашкаливающие децибелы популярной музыки. Как это было в материале Юлии Панкратовой. По другую сторону памяти. К статуе поэта Абая сегодня вышли не только те, кто хотел помянуть жертв женаузенской трагедии. В нескольких шагах от них устроен праздник в честь Наурыза. Ко дворцу республики за несколько часов до начала митинга собрана аудитория, школьники и учителя. Желающих повеселиться отделили от желающих высказаться за свою гражданскую позицию специальными заграждениями. А главное зашкаливающими децибелами музыки. Для пришедших ко дворцу республики организаторы предусмотрели бесплатный чай, плов и баурсаки. Но родителей многих школьников насторожило ограждение, за которое несколько часов не выпускали никого. А педагоги за камерой признались, что явка на концерт была добровольно принудительная. Да нет, у нас информация другая. Мы же у нас готовились. Ага. Ну, детей сказали отправить отсюда. Нам в школе сказали. Что сказали вам? Со школьной собрали. Ну, что здесь театр будет собраться. И как? Вам понравилось, что не пожалели, что входили? Да, да, отлично. Поздравлялись с друзьями. А вам в школе как сказали? Если хотели, то приходите? Нет, сказали всем. Попросили прийти все. Городские праздники в пику акциям протеста в Казахстане практикуют так часто, что это уже перестало выглядеть совпадением. Самый трагический нахлёст произошел 16 декабря 2011 в Женаузене. Те, кто сегодня пришел к памятнику Абая, возмутило то, что в стране, так и не объявившей траур по погибшим в нефтяном регионе, им, по сути, даже отказано в праве напоминальную молитву. Да, что это ужасно, что власти так делают. Но хотя бы дают собраться, людям высказаться сегодня. Потому что обычно заканчивается намного хуже. То есть полиция разгоняет. Пусть хотя бы люди выступят. Но, конечно, то, что музыка звучит, это святотатство. Это вообще издевательство, можно сказать. Это вот людей вообще никто не уважает, считайте. Сколько людей там погибли, а сколько народа собирался. Ну, это издевательство чисто. Здесь собрались самые патриоты Казахстана, которые болеют душой. Люди там выступили из-за плохой жизни в Женаузене, их взяли как собак, расстреляли. Поэтому у казахов святое сегодня, значит, 100 дней исполняется. Пришли помянуть, по-хорошему должен быть президент, Аким города, свое соболезнование сказать. Однако они спрятались, как последние трусы. И более того, организовали здесь позорную вот эту, смотрите, там две кошки, одна собака. Больше никто не поет. Зато они привлекли сюда самую сильную эту радиоаппаратуру. Под бравурный музыкальный фон участники акции расходились далеко не в праздничном настроении. Они решили, что следующее собрание состоится 28 апреля. Как известно, на УИС отмечается ровно месяц. В отсутствие праздничного повода властям придется прибегнуть к иному креативу, который, по словам несогласных, все равно не отобьет у них желание публично выражать свое мнение. Юлия Панкратова, Константин Федяев, Виктор Гудь, Алматы, Казахстан. Важная историческая отметка. Сто дней с момента Жароузенской трагедии собрала в центре Южной столицы несколько сотен гражданских активистов. Для каждого из них это отважный поступок. Акция не санкционированная многим памяти на разгон предыдущего митинга. Некоторых активистов предупредили об ответственности задолго до собрания и даже задержали. Татьяна Ковалева проанализировала, кто в этот раз решился на публичную акцию. На митинг несогласных в Алматы 24 марта собралось по некоторым подсчетам до 400 человек. Разного возраста, жизненного опыта и социального статуса. Эдуард Власов, коренной алматинец, долгое время руководил строительными компаниями. В конце 70-х годов прошлого века вместе с другими возводил визитную карточку города, гостиницу Казахстан. Символично, что возле нее и прошла сегодняшняя акция. Для алматинского пенсионера она не первая. Горожанин возмущен, что центр мегаполиса запретная зона для желающих выразить свое отношение к политическим событиям. Если наше дорогое правительство будет прислушиваться к высказываниям народа, будет польза. Будет польза. Будет брать ценное и внедрять. Мы в следующий раз придем и каждый приведем под 15-20 человек. Люди боятся. Люди боятся. В прошлый раз тут кордоны милиции были такие, что ни пройти, ни проехать. Поэтому народу мало. А вот известный журналист Вадим Борейко, чья нашумевшая недавно критическая статья о событиях в Женаузине повлекла за собой разрыв отношений со зданием, пришел сегодня, чтобы отговаривать полицейских от активного участия в несанкционированном митинге. Его настолько впечатлил февральский разгон митингующих, что он решил стать защитником активистов перед силовиками. В этот раз обошлось без прилюдных арестов. Зато не меньшее возмущение вызвало альтернатива разгону. Громкая площадная музыка. Я впервые видел, чтобы в ходе поминальной молитвы им было молчание, им было дискотека. Видимо, уже все дозволили. Если помните, в прошлый раз здесь стояли цепи полицейских. И после каждого выступления спикера скотинтили. А вот Дмитрий Тихонов музыкальной заглушки не удивлен. Вспоминает, в прошлом году в День независимости к такому приему власти уже прибегали. Даже специально вывозили усилительную аппаратуру. А вот полиция забирала самых активных инакомыслящих прямо из постели. С 2006 года 24-летний учитель отстаивает позицию альтернативную к существующему курсу. Убежден, государство нужно переориентировать в сторону социального равенства. Режим, он заточен в том, что богатели богатые и беднели бедные. Должен быть социальная справедливость. Человек труда, наемный работник, он должен иметь права, он должен непосредственно управлять своей страной. Если он будет управлять своей страной, он, ну, страна будет развиваться, потому что кто знает, что именно надо народу. Сам народ. Большинство тех, о чьих правах и интересах говорили сегодня у памятника Абаю, даже не слышали об очередном дне несогласия. Для них 24 марта всего лишь один из праздничных дней. Скажите, вы знаете, что сегодня был митинг, посвященный 100 дня событий жена Узеня? Честно говоря, нет. Нет. Нет, не знали? Да, не знали. Нет, не знали. Не слышала ничего. Нет, не знаем. Правда. Следующий митинг несогласных договорились провести 28 апреля. Место встречи все то же. Памятник Абаю в центре Алматы. После серии митингов, стартовавших сразу после парламентских выборов, в январе все возможные препятствия для сбора казахстанцам уже известны. Но они надеются увидеть в числе пришедших новые лица. Татьяна Ковалева, серий Коржаубаев из Алматы, Казахстан. Традиционно за митингами последовали задержания, аресты и скорые суды. Знание специализированного административного суда Алматы буквально было переполнено сотрудниками правоохранительных органов. Одной из подсудимых стал руководитель общественного фонда Арухак Бахаджан Туригожина, которая активно призывала граждан выйти на улицы 24 марта через социальные сети. Суд оштрафовал ее на 50-месячных расчетных показателей. Символичную сумму штрафа активистка получила в свой 50-летний юбилей. Уважаю за неженскую мужскую мужественность, такую стойкость. В такой день быть судимой, я думаю, для настоящей патриотки Казахстана это очень высокая честь. Не каждому суждено в день рождения получать приговор за свой патриотизм. Притом юбилей. Аналогичное решение было вынесено активисту из Тараза Арахиму Аугунбаеву. А вот подписавшему вместе с Туригожиной заявку на проведение митинга общественным деятелям Кайрату Ердыбаеву и художнику Канату Ибрагимову, суд санкционировал арест сроком на 15 суток. Канат Ибрагимов выступил с пламенной речью, в которой он выразил свое недовольство и несогласие с предъявленными ему обвинениями. Более того, художник наотрез отказался давать показания, ссылаясь на свои конституционные права, и тут же объявил голодовку. Кульминацией судебного процесса стало чтение Ибрагимовым Суры с Порана и обращение к Аллаху за помощью. Я не только знаю свои права, но и твердо намерен ими пользоваться, чтобы ни у кого не возникало иллюзии, что я про них забыл. Мне 47 лет. Я давно уже не юнец и еще помню советскую власть. Поэтому примерно представляю, для чего организовано административное дело в отношении меня. Хотите отнять у меня 40-20 марта, поставить на 15 суток, докажите сначала, кто я виновен. Сам я вам в этом помогать не желаю. Не дождетесь. Аббир! Аллах Аббай! Нынешний митинг оппозиции и гражданских активистов был самым малочисленным из всех дней несогласных в этом году. Наблюдатели сравнивают это с разгонами и арестами, которые проследовали после предыдущих акций протеста. Напомню, в первый раз оппозиция вывела своих сторонников к памятнику Аббая 28 января, спустя две недели после выборов в парламент республики. Основным протестом того митинга стало несогласие с результатами выборов. Тогда победу держала правящая партия Нуратан. В парламент также допустили еще две лояльные власти партии – народных коммунистов и Акжол. Но собрание общественности стало самым масштабным. Порядка тысячи человек вышли на пересечение улицы Абая до стык бывшая Ленина. За организацию акции были задержаны лидеры ОСДП Булат Абилов, Амиржан Кусанов, Амирбек Тогусов. Они получили от 15 до 18 суток ареста. Спустя месяц на то же место 25 февраля оппозиционеры вновь намеревались выйти с протестом, но полиция подготовилась к акции. Лидеры оппозиции были задержаны. Кто из дома, офиса, кто на подходах к памятнику Абая. Митингующих же правоохранительные органы брали в кольцо и оттесняли друг от друга. Задержали, осудили тогда порядка 40 человек. А Билов и Кусанов вновь получили по 15 суток ареста. Стоит добавить, что на февральском митинге среди прочих лозунгов прозвучал Назарбаев «Кет» в переводе «Назарбаев уходи», так это как во время сегодняшней акции люди выкрикивали «Назарбаев кель», что означает «Назарбаев приди», требуя его выхода к народу. Символом третьего дня несогласных стала поднятая вверх рука, сжатая в кулаке. В самом Женаузене сегодня женщины вышли к автостанции. Почтите память погибших в трагедии 16 декабря. Акция прошла мирно. В городок приехал супредседатель партии УСДП Азад Булат Абилов. В сопровождении своих сторонников он посетил семьи, чьи дети были убиты или задержаны во время массовых беспорядков и выразил им свою поддержку. По словам Абилова, в том, что произошло 100 дней назад, виновата непосредственно Акорда. Абилов и Кусанов прибыли в Женаузен для участия в митинге, но так как местные власти его не санкционировали, было решено пустить семьи пострадавших. Абилов особо подчеркнул, что Астана никак не реагировала на забастовку рабочих, которая продолжалась 7 месяцев. Представители от ОСБП неоднократно призывали власти сесть за стол переговоров и решить вопрос нефтяников. Однако ответ Астаны был краток. Конечно, нужно разобраться, что это за люди, откуда они появились и кто их нанял. То есть мы разговаривали со многими участниками событий, с нефтяниками, с журналистами. Их никто не видел раньше, этих людей. Ясное дело, что, очевидно, кто-то, третья сила или сама власть это организовала. Вот до чего доводит ситуацию, когда власть не решает месяцами проблему. Нужно было сразу решать. Мы здесь в октябре с Амиржаном Касановым приезжали. Садили за стол переговоров. Нефтяников, Акимат, Арак, Сарбапеев садился за стол. Ешпанов садился за стол, Узиньмунный газ. То есть можно было искать компромисс. Но власть говорит, а с кем говорит, они все уволены. И это говорит руководство страны. Это говорит президент, это говорит премьер-министр, это говорит руководитель Самрук Казаны. Мы обратились лично к президенту несколько раз. Пусть он даст клятвенное обещание, что больше оружия в Казахстане не будет применяться. Против мирных граждан. Он молчит. Мы обратились объявить дни памяти, дни скорби. Трауру объявить. Ничего не произошло. Вместе с оппозиционерами в Жан-Узине сегодня навещали родных погибших и пострадавших. Члены комитета Жан-Узинь-2011 правозащитник Галла Могилевов отмечает, хоть и прошло уже 100 дней со дня кровавых событий, в сердцах людей остался страх и отпечаток той трагедии. Жан-Узиньцы уже чуть легче. У них страх остается, потому что многих, я знаю, сейчас новые работы у кого-то устроили, кто-то проходит переподготовку. Действительно, люди уже, те, кто в тех условиях 16-17 и ЧП пережил, они сейчас уже чувствуют себя лучше, потому что они получили работу, они вышли на работу, им сейчас легче, они получили первые зарплаты. Но кто-то должен был пострадать. Накануне в Актау была задержана и арестована на 10 суток гражданская активистка Нурьяш Абдраимова. Женщина собиралась 24 числа принять участие в поминальном асе по жертвам беспорядков в Жан-Узине и Щитпе. Однако со стороны имама мечети, расположенной в 13-м микрорайоне, на нее поступила жалоба, и в проведении молитвы и обеда была отказана. После чего Нурьяш задержали и спешно осудили. По словам сестры активистки Умекен Мусакбаевой, о судебном процессе никого не известили. Родственники ждали Нурьяш дома, когда Асту вызвали в РОВД. Как похоже, как позже они выяснили, Абраимову из отделения полиции перевезли в административный суд, где и был вынесен приговор, арест сроком на 10 суток. Заседание проходило без присутствия адвоката. Ее забрали в РОВД, мы думали, съездит и вернется. Но она не вернулась, ее оттуда сразу привезли в административный суд. Мы тоже приехали туда и стали ждать. Сказали, что нас позовут перед началом суда, но никто не позвал. Спустя 10-15 минут она уже вышла, сообщила, что суд прошел, и ей дали 10 суток. Заседание прошло без адвоката. Не знаю, рядом с ней никого не было. Между тем, сегодня стало известно о том, что место, где должны были судить женаузенцев 27 марта, было изменено. Как ранее мы сообщали, суд должен был проходить в городе Октау в помещении реабилитации и адаптации уралманов. Но по неизвестным причинам, вчера внутри здания рабочие в срочном порядке начали разбирать сооружение. О новом месте заседания будет объявлено, вероятно, 26 марта на специальном брифинге представителя Верховного суда страны. Мне пришлось по своим каналам, мы позвонили секретарю суда городского октября, она в телефонном разговоре заявила, что да, действительно, то место проведения, которое было заранее заявлено, было отменено. А что касается нового места, то это официально будет известно только 26 утра. Это, конечно, вызывает неудомение, и власть опять пошла на какую-то интригу. В Астане сегодня тоже вспоминали жертв массовых беспорядков в Жанаузене. Активисты общественной кампании за достойное жилье и другие неравнодушные граждане собрались в одном из дворов пригородного поселка Ундерес. Детали в репортаже столичных корреспондентов. Митинг столичных активистов оппозиции прошел в окраинном поселке, где даже нет электричества. А кругом самодельные постройки и непролазная грязь. Грязь, в которой, как позже скажут выступающие, оказались вовсе не они, а власть. И дело даже не в том, что не разрешили проведение митинга в центре столицы. Грязь, в которую догнала себя Аккорда, преступным молчанием в отношении бастовавших нефтяников, а после полицейским расстрелом мирных граждан, уже не смыть, заявляли митингующие. Нас, уралманов, называют безграмотными. Нас, уралманов, Кулебаев обвинил в том, что, понаехав Жанаузен, спровоцировали социальный конфликт. Ашукеев запретил нас, уралманов, брать туда на работу. Таким образом, люди во власть, с подсказки того, кто сидит во городе, разделило единую нацию на казахов и уралманов. Так кто же сеет социальную рознь? Скажите. На митинг пришли порядка 40 человек. В основном жители самостийного поселка. Организаторы ожидали больше людей, но они, говорят, побоялись. Правозащитник Зауреш-Баталова понимает их, но призывает, дальше молчать и бояться нельзя. Так же преступно. Почему вообще в нашей стране это происходит? Да потому что, когда более 20 лет назад произошел Желтоксан, мы молчали. Когда убили Заманбека Нуркодилова, мы промолчали. Когда убили Алтыбека Сарсимбаева, мы промолчали. Когда в стране были политически осужденные Алмжан Жакьянов, Мухтар Аблязов, Евгений Жовтиц, до каких бы мы будем молчать? Тем временем безграмотные, по мнению отдельных властимущих, аралманы показали на собранные ими же из подручных материалов сцене, как полицейские расстреливали в день беспорядков собственных граждан. Постановку видели дети. После асов в честь погибших в Жаназене, и они вышли на импровизированную сцену и спели, каким видят Казахстан. Митинг завершился принятием резолюции, которой участники акции потребовали от властей прекратить теперь уже судебное преследование 37 граждан, процесс над которыми стартует 27 марта. К слову, активисты столичной оппозиции намерены выехать в Актау, чтобы поддержать безвинных, по их мнению, людей. А 5 апреля, когда стартует другой процесс, по иску участников несостоявшегося митинга в отношении Акима Астаны, собраться на новый пикет прямо перед зданием суда. Нурбалат Исаев, Астана, Казахстан. В Астане тоже не обошлось без задержаний. Флэшмоб у главного символа столицы Батирека трех неравнодушных к событиям в Жаназене граждан привлек внимание полицейских. Их тут же задержали и доставили в один из районных отделов полиции. Впрочем, как говорят сами активисты, полицейский автобус поджидал их еще до начала акции. Участники флэшмоба вышли к Батиреку с цифрами 1-0-0 на спинах, что в итоге складывалось в 100 число, символизирующее 100 дней со дня трагедии. Доставив в Есейское РУВД, награждане не стали составлять протокол, продержав 3 часа до заката, отпустили в Освоясе. Но задержанные обещали вернуться спустя месяц. Каждое 25 число мы будем отмечать или информационной, или какой-либо другой публичной акции протеста, потому что 25 число, слава богу, в Казахстане уже становится трендом, это день несогласия. Просто в этот раз это совпало с Жан-Аузеном Джузгунуменом, это очень символично. Погибших в беспорядках на Западе страны сегодня вспоминали и в Павлодаре. В память о жертвах событий в Жан-Аузене местные общественники организовали обед и зажгли свечи. По обыкновению, кроме гражданских активистов, мероприятий участия никто не принял. По уже сложившейся традиции погибших в беспорядках на Западе страны, павлодарские общественники вспоминали в офисе партии ОЛГА. К самим партийцам присоединились представители других неправительственных организаций и рядовые горожане, которые восприняли события в Мангистауской области как личную трагедию. Поминальный обед, согласно казахским традициям, общественники начали с молитвы. Вместе с повладарскими общественниками жертв Жан-Аузеня сегодня вспоминал и алматинский блогер Нур-Али Айтиленов. По его словам, в том, что произошло сто дней назад на Западе страны, виноваты власти. И именно власти, а не рядовые казахстанцы, должны были объявить траур после событий, которые потрясли всю республику. Нужно обязательно объявить траур именно сто дней Жан-Азену и Жан-Азенские события как день общенационального траура. Так как это национальная потеря для всего народа Казахстана. Вечером активисты отправились к памятнику жертвам политических репрессий. Здесь они зажгли свечи и возложили цветы. Сегодня сто дней памяти жертв Жан-Аузеня. Я думаю, многие меня поддержат, что это несправедливо, когда в мирное время гибнут мирные люди. И я думаю, что все надеются на справедливое расследование. Несмотря на позицию властей, которую они заняли по отношению к Жан-Аузенским событиям, общественники продолжают настаивать на трауре по погибшим сто дней назад. Потому что без правильного осознания прошлого не будет хорошего будущего, говорят они. Аскар Газизов, Рустам Сырымов. Из Павлодара, Казахстан. А вот Уральск стал единственным городом, где был санкционирован митинг несогласных. В сквер рядом с ремзаводом, почтить память погибших в Жан-Аузене, пришли более 300 человек. Желающих выступить не хватило отведенных Экиматом двух часов. При этом, как признавались многие несогласные, до сегодняшнего дня они не планировали выступать с трибуны. Как говорят организаторы, в сквер пришло бы больше людей. Однако власти города позаботились, чтобы этого не случилось. Движение автобусов сюда было перекрыто. Выставлено ограждение, полиция не пропускала желающих пройти на митинг. Тем не менее, это не испортило атмосферу несогласия. Начали встречу общественника журналистов Пан Ахмедияров, писателя Лупам Исбек Турганов, главный редактор «Уральской недели» Тамара Ислямова. Затем на сцену поднимались обычные граждане, которые говорили о том, что их волнует и что их сюда привело. Они объявляли свои профессии. Автомеханик, адвокат, пенсионер, нефтяник. Я обыкновенный рабочий человек. Тоже поддерживаю всех, кто здесь собрался. Поддерживаю, чтобы, да, было расследование над теми. Я не знаю, как их назвать. Вы все знаете, как их назвать. И я тоже внутри знаю, как их назвать, которые стреляли в детишек наших. В нашей будущей, как они сейчас, нас стреляют вот этими, а завтра будут давить танками. Столько людей убить, это я не знаю. Это наш лидер, уважаемый Назарбаев, так позволяет. А завтра, значит, с нами так может случиться. Мы не будем это молчать. Я лично не буду. Не обошлось и без провокации. В какой-то момент на митинге появилась некая Екатерина Макеева, пенсионерка. Однако ее попытки перебить выступающих на сцене и срывать митинг были пресечены собравшимися. Участники акции почтили память погибших в Жан-Узене минутой молчания. Затем была принята резолюция. В ней требования открытых судебных процессов над обвиняемыми в беспорядках в Жан-Узене. Ответы на вопрос, кто отдал приказ стрелять в мирных жителей этого города. Народный документ организаторы направят в администрацию президента страны. Карагандинские активисты сто дней после трагических событий в Жан-Узене отметили возле памятника жертвам политических репрессий. Люди пришли к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы выразить свое отношение к событиям в Жан-Узене. Сабина Нуртаева увидела призыв принять участие в мирной акции в социальных сетях и не могла не откликнуться. На случившееся в первую очередь должна реагировать молодежь, потому что это наше будущее, говорит девушка. Красные гвоздики и фонарик в виде сердца. Такие символы избрали активисты, чтобы выразить сострадание Жан-Узенцам. Считаю, что именно расстрел нефтяников – это как раз-таки преступление против человечества, потому что есть мирные способы урегулирования таких забастовок. Этим даем знать нашей власти, остановить это судилище, людей оправдать, наказать тех, кто дал команду расстрелять, наказать тех, кто стрелял, наказать тех, кто довел Жан-Узенцам до такого состояния. Сегодня наши товарищи собрались, во-первых, главным образом почтить память погибших в Жан-Узенской трагедии, во-вторых, выразить солидарность с нашими товарищами, которые сейчас находятся в заключении или в следственных изоляторах города Актау и Жан-Узене. Гражданское общество, как таковое, сейчас в таком сонном состоянии. Ну и, конечно, мы, те, кто неравнодушны, приходим на такие мероприятия, уже не первый раз, и будем приходить дальше. Власти Шымкента не дали разрешение на проведение митинга. Активисты местного филиала Алгии провели поминальный ас у себя в офисе. Многие активные граждане, не согласны с официальной трактовкой событий в Жан-Узене, устно выражают свое мнение о трагедии. Кто стрелял, тот должен быть наказан. Каждый человек имеет право за себя постоять. Если вовремя зарплату не дают, все люди обозленные. Поэтому люди встали на забастовку. И недовольны тем, что полиция не несет наказания. Полицейские были не правы, надо было как-то мирно это дело урегулировать. И администрация, наверное, себя не очень хорошо повела в этом случае. Надо найти тех, кто начал это делать, а не те, кто стал игрушкой в это и делал. Надо обязательно найти тех людей, кто за этим стоит. Митинги и пикеты, посвященные событиям в Жан-Узене, прошли сегодня не только в Казахстане, но и по всему миру. В основном акции протеста проводили недалеко от казахстанских посольств и депмиссий, чтобы привлечь внимание не только общественности разных стран, но и казахстанских властей. Один из таких пикетов состоялся сегодня в Москве. У памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. В двух шагах от посольства Казахстана в России. С подробностями Евдокия Гончарова. На пикет в центре Москвы с требованием независимого расследования декабрьских событий в Жан-Узене собралось около 30 человек. Но организаторы заявляют, что это еще не все. К концу пикета соберется заявленное количество участников. Это около 70. Пикет проходит буквально в двух шагах от казахстанского посольства. Проблем с выдачей разрешения на проведение пикета именно в этом месте, по словам организаторов, не возникало. Однако для охраны мероприятия московские власти выделили 4 автобуса с полицейскими. На пикете достаточно много молодых людей. Это активисты Комитета за рабочий интернационал. Именно они организаторы протеста. Кроме них с красными флагами пришли активисты Компартии России. Здесь и представители социалистического движения Казахстана. Вот что сказал еще до начала пикета Айнур Курманов, сопредседатель этого движения. В любом случае это форма давления. И данный пикет прошел не только в Москве. В Казахстане, ну видите, эти митинги не санкционированы. И сам факт, что люди вышли на подобные несанкционированные митинги, показывает, что потенциал есть. Его просто надо развивать. И я думаю, это не последние такие крупные выступления. Организаторы пикета утверждают, что это мероприятие не последнее. Кроме плакатов с лозунгами, они подготовили листовки, которые раздавали прохожим. В листовках основные требования к независимому расследованию декабрьских событий в Жанаозене. Активисты и дальше планируют поддерживать казахстанских рабочих. Я такой же трудящийся, который работает здесь, в Москве. И та же история может повториться и в Москве. Единственную поддержку, которую мы можем получить, это у наших товарищей в Казахстане, в Беларуси, на Украине и в других странах. И это просто наша обязанность выражать солидарность с тем, что происходило в Жанозене. Насчет событий, политики сейчас оценят по-разному. Но я уверен, что время пройдет, народ объективно оценит вот эти вот кровавые события, которые произошли. И виновники в памяти народа останутся как предатели и подлецы. Евдокия Гончарова, Дмитрий Макарин. Специально для КАПлюс. Пикет в Москве как подтверждение за тем, что происходит сейчас в Казахстане, пристально следят российские политики, активисты, оппозиционного движения и политологи. Многие из них проводят параллели с протестным движением в России и поддерживают казахстанские митинги протеста. У Назарбаева очень сложное положение. Во-первых, он чувствует недоверие своего ближайшего окружения и понимает, что люди готовы его предавать. В Казахстане после событий в Жанозене будущее сохранение режима очень сложно прогнозировать. Скорее, убедительно выглядит прогноз его падения. Это может быть не в этом году, но в конечном итоге в ближайшие годы. И дело в том, что на Назарбаеве после событий в Жанозене лежат несмываемые пятна. Эти пятна алого цвета. И он никуда не может деться и никак не может их замазать никаким политическим маневром. В Казахстане ситуация другая. С одной стороны, я думаю, что очевидно, что руководство страны все-таки думает о развитии национальной культуры, национального языка, думает о национальных интересах. С другой стороны, это гораздо более жесткое, более уверенное в себе и готовы идти до конца власть, что мы, собственно, в Жанозене и видели. И поэтому это, конечно, тоже влияет на протестные настроения, о том, кто готов и как готов протестовать. Некоторые зарубежные акции памяти Жанозенских событий прошли накануне в европейских городах. В пятницу к зданию консульства Казахстана на акцию вышли в Лондоне. Активисты выразили поддержку демонстрациям, которые были запланированы на 24 число в крупных городах Казахстана, а также потребовали снятия всех обвинений с арестованных по делу о беспорядках в Жанозене и Щитпе. Сегодня акции памяти прошли также в австрийской Вене, в шведском Стокгольме, украинских Киеве и Одессе. В Германии, в Берлине, по случаю стодневной даты с момента расстрела людей в Жанозене, активисты компании «Солидарность» с Казахстаном, а также профсоюзные деятели вышли к посольству республики. Как сообщает СОЦОПР, среди митингующих был и немецкий депутат Андрей Функо. Он поприветствовал освобождение юриста нефтяников Каражанбасмана и Натальи Соколовой и присоединился к требованиям немедленного прекращения репрессий против участников забастовки демонстрантов 16 декабря 2011 года. Признание прав профсоюзов, регистрация Федерации профсоюзов Жанарту, освобождение правозащитника Вадима Курамшина. Также протестующие потребовали, цитирую, положить конец спекуляциям правительства канцлера Меркель по сотрудничеству с диктатором Назарбаевым. Конец цитаты. Письмо, свыше изложенные митингующие, передали к консулу Казахстана в Германии. Правозащитная организация Amnesty International сделала заявление. В нем отмечено спустя 100 дней после столкновения в Жанозене. У международных наблюдателей есть сомнения в адекватности и результативности официальных расследований. 16 декабря 2011 года – это трагичный день в новейшей истории Казахстана с десятками погибших и раненых в нефтяном городке на западе страны. В телефонном интервью пресса Таше подчеркнула, что цель документа допиться, в частности, объективного разбирательства сообщений о пытках. Организация также обеспокоена арестами и содержаниями под стражей трудовых активистов и представителей политической оппозиции. В связи с событиями в Жанозене опасаются несправедливых судов над ними. Амнезия Интернешнл призывает власти Казахстана провести прозрачное расследование, беспристрастное расследование. Власти обязаны поддерживать порядок, но нужно учитывать, с какими средствами поддерживается порядок. У нас сведения, что многие были задержаны без причин. Еще мы призываем, чтобы были привлечены к ответственности все, которые применяли чрезмерную силу. Работники консорциума БИС, подрядчика китайско-казахстанской компании Петро Казахстан 27 марта, готовы выйти на митинг. Активисты подали заявку в Экимат, в проведении мероприятия отказали, но от намерения выразить протест рабочие отказываться не собираются. Свыше 700 сотрудников остались без работы после того, как консорциум БИС, больше 10 лет перевозивший высокоопасный груз предприятия Петро Казахстан, проиграл тендер. Директор предприятия Дилихан Ахметов поддерживает своих рабочих, но опасается, что будут провокации. Он поясняет, что тендер Петро Казахстан выиграла компания, во главе с которой, по словам Ахметова, стали Аким одного из села и депутат областного Маслихата. При этом победивший подрядчик сократил оплату на треть. Как сообщает директор организации, заработки на предприятии варьировались от 500 до 1200 долларов. Чтобы отстоять свои права, рабочие даже готовы пойти на крайнюю меру протеста – голодовку. Пожалуйста, я вам сделаю все условия, чтобы вы могли выставиться. То, конечно, поставим им пресс, и неизвестность приедут, все затраты буду брать на себя. Массовые беспорядки в Жан-Узене, обернувшиеся полицейским расстрелом собственных граждан, нанесли серьезный удар имиджу страны. Об этом заявляют эксперты-международники. Но официально Астана продолжает убеждать мировое сообщество, что в Казахстане верны демократическим принципам и свято чтят права и свободы граждан. Власти настойчиво пропагандируют, как республика за короткий путь своей независимости достигла признания на международной арене. В исламском мире и того больше позиционируют страну как, если не лидером, то одной из узнаваемых и уважаемых. Так ли это показательно иллюстрирует скандальный инцидент, который произошел на днях в мусульманском Кювейте? Подробности в следующем материале. Все на первый взгляд привычно и торжественно. Высший пьедестал, флаг, символичный жест, правая рука на груди победительницы и гимн страны. Только не настоящий, а пародия из скандального фильма, дискредитирующего Казахстан. Но чемпионку турнира по пулевой стрельбе Марию Дмитриенко сей факт, похоже, не очень смутил. Даже улыбается. Сложно понять, то ли это радость победы или все же горечь обиды за страну. Звучит гимн, звезд в реке Казахстана. Впрочем, это не первый конфуз с казахстанским гимном. В начале марта уже внутри страны на открытии лыжной гонки в Кустанае вместо главной торжественной песни зазвучал популярный сингл латиноамериканского певца Рики Мартина. Местные власти за досадную ошибку диджея уволили директора спортивной школы. Применять подобные меры к организаторам международных турниров сложнее. В ноябре прошлого года, похоже, случай произошел в Париже. На чемпионате мира по тяжелой атлетике при награждении казахстанской спортсменки Зульфии Чешанло прозвучал старый гимн республики. Отечественный МИД едва не выдвинул ноту протеста. В итоге ограничился официальной претензией, но довольствовался лишь заверениями. Французская сторона обязалась перед началом следующих соревнований, в которых примут участие спортсмены из Казахстана, о том, что президент Французской Федерации по тяжелой атлетике перед зрителями и телекамерами лично официально извиниться за исполнение во время состоявшейся церемонии награждения победителей старого гимна Казахстана. В случае с последним инцидентом в Кувейте отечественные дипломаты выясняют причины, а Спортивная Федерация по пулевой стрельбе выдвинула ноту протеста организаторам турнира. В социальных сетях эти действия властей сравнили со стрельбой в холостую. Пользователи возмущаются, ведь в гимне британского комика Саши Коэна восславляются отнюдь недостижения спортсменов. И советуют, если у МИДа не хватает решимости на более действенные меры, пусть впредь делегируют на крупные соревнования своих представителей с записями гимна. Ну или с нотами протестов, заранее заготовленными. Так хоть реакция будет своевременной. Нурбалат Исаев, Астана, Казахстан. На этой ноте завершим наш выпуск. Увидимся в понедельник.